Наша страна проходит через очередной непростой исторический этап своего формирования, период сложных испытаний. Но данные сложности лишь еще сильнее объединят, сплотят единый народ Казахстана. Сказал сегодня Касымжимар Токаев, подводя итоги 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. И действительно, чем можно безоговорочно согласиться с главой государства, так это в том, что любые испытания, которые выпадали на долю нашего народа, лишь еще сильнее укрепляли наше единство, сплоченность и чувство плеча. Одним из важнейших общественных институтов страны является Ассамблея народа Казахстана, которая не раз доказывала и демонстрирует эффективность своей концепции и насколько важна ее роль в жизни общества. Об этом давайте сегодня и поговорим в нашей программе «Роль Ассамблеи народа Казахстана в жизни страны» – главная тема сегодняшнего выпуска. Ну а, как всегда, начнем с интересного материала, интересного сюжета, как раз-таки посвященного главной теме дня. Свыше полутора тысяч тонн гуманитарной помощи на 770 миллионов тенге собрали и отправили в пострадавшие от поводков регионы волонтеры Ассамблеи народа Казахстана. 12 тысяч добровольцев этнокультурных объединений страны с самых первых дней наводнений были на передовой и продолжают оказывать помощь на местах. Заслуги Ассамблеи и ее роль в будущем Казахстана сегодня отметил президент на 33-й сессии. Что предложил глава государства, подробнее расскажет мой коллега Тимур Саппар. Несмотря на то, что страна сейчас переживает сложный паводковый период и как следствие живет в режиме жесткой экономии средств, сессию Ассамблей вовсе отменять не стали, как это произошло с экономическим форумом. Правда, встретились на этот раз президентом в Аккорде без излишнего размаха. Оно и понятно, сам орган – живое воплощение единства и солидарности народа, который сейчас борется со стихией. На повестку 33-й сессии вынесли лозунг «Единство, созидание, прогресс». Эти три слова точно и емко отражают не только предназначение АНК, но и суть нашего стратегического курса, подчеркнул президент. В эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа – спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь. В час испытаний сплотилось все наше общество. В результате слаженных действий правительства, государственных органов, профильных служб, а также помощи волонтеров были своевременно эвакуированы более 119 тысяч человек, в том числе почти 45 тысяч детей. Нам удалось спасти жизни людей, и это главное. Прям горжусь тем, что я столкнулась с ситуацией, когда у меня телефон, он 7 дней не смолкал. Звонили люди и просто спрашивали, чем можно помочь. Мы очень организованно к этому подошли, потому что это не было вот такой вот валовый, а действительно было по запросу населения. С первых дней паводков ассамблея включилась в работу в зоны бедствия. Волонтеры АНК направили свыше полутора тысяч тонн продуктов питания и товаров первой необходимости на общую сумму около 770 миллионов тенге. В регионах их силами привлекли 39 единиц спецтехники. Все это доказательство ассамблея, не декоративная организация, как некоторые считают. Наши волонтеры активно работают не только над тем, что принимают груз и раздают его людям. Сегодня наши волонтеры работают над тем, что они укрепляют дороги, дамбы. Они сейчас работают в эвакуационных пунктах, работают с эвакуированным населением, обустраивают быт, помогают социализироваться, спасают домашних животных. Способность быстро развернуть всю необходимую инфраструктуру и умело мобилизовать благотворительные и добровольческие ресурсы – это, безусловно, результат многолетней системной работы АНК. Только в прошлом году в рамках проекта «Караван милосердия» члены ассамблеи оказали помощь нуждающимся людям на общую сумму более чем 1,7 миллиарда тенге. Именно в такой взаимной солидарности и поддержке заключается сила и характер нашего народа. А еще АНК предстоит быть мостом между новой гуманитарно-идеологической доктриной страны, озвученной на последнем Курултае, и обществом. Потенциал ассамблеи будут укреплять, как и ее взаимодействие с госорганами, парламентом и маслехатами, усиливать намеренные роли ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Здесь нужен крепкий научный эксперт, и потенциал АНК, отметил Касым Жумар-Тукаев, большой упор на молодежь. Ассамблея будет уделять повышенное внимание вопросам идеологических, межэтнического воспитания молодежи. Это крайне важно в этом турбулентном, непредсказуемом мире. Ассамблея займется развитием существующих и созданием новых площадок межэтнических коммуникаций, продвижением социально значимых проектов, поощрением волонтерства и деятельности местных сообществ. Площадка, которая сегодня обладает ассамблей Жестера, это 9 тысяч активных ребят во всех регионах, это полная филиальная сеть во всех областях и городах. Она позволяет нам сегодня реализовывать те поручения, которые были даны на этой сессии. И, конечно, борьба с теми пороками общества, которые сегодня представляют на самом деле большую проблему. Какие пороки назрелись? Это и лудомания, это и наркомания, это и расточительство. То есть это те вещи, которые тормозят на сегодняшний день наше молодежное сообщество. К слову о молодежи, президент предложил каждому руководителю этнокультурных объединений всех общественных структур АНК назначать одним из своих заместителей, именно представителя молодежи. В завершение сессии Касым Жумартукая вручил ряду граждан государственные награды за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также развитие государственного языка. Что касается поводков, здесь глава государства дал конкретное поручение. Он еще раз заверил казахстанцев, помощь будет оказана каждому и ликвидация последствий от наводнений находится под его личным контролем. Поручил он восстановить жилые дома, пострадавшие здания и инфраструктуру за 5 месяцев. Большую роль в этом сыграют волонтеры под эгидой ассамблеи, которых по всей стране 12 тысяч. Во время пика поводка они уже на деле доказали, что принцип «сила в единстве» – это не просто громкие слова. Тимур Сапар, Марат Диханбаев, Айдос Медельбеков, Алмаз Омаргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ.